Товарный знак Товарный знак Товарный знак Товарный знак предприятия отмечают, что главный показатель качества это оценка покупателей. Они знают нашу сорочку, знают наше качество, наши модели, наши ткани. Прежде чем сорочка попадает на полки фирменных магазинов, она проходит многоуровневый контроль качества. Первый на месте производства готовая сорочка отправляется на стол контролеру продукции. Я проверяю основной узел, это у нас спитачиваем воротника в горловине. Далее я смотрю последующие узлы, это качество строчки, качество стежка, потом я проверяю внутренние все швы, наличие дефектов на ткани, нитки смотрю, нет ли грязи на нашей рубашке. И затем я ставлю печать свою и все, далее рубашка отправляется на готовую куб. Качество материалов на первом плане. Партнеры швейной фабрики это ведущие производители тканей России и Европы. Элита производит около 600 тысяч сорочек в год и поставляет свою продукцию в более чем 70 городов России, а также страны зарубежья. Это Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Кыргызстан. Это говорит о высоком спросе на продукцию. В модельном ряду представлено более 100 видов мужских сорочек на любой вкус и кошелек. Здесь мы пишем, что на ту плейк котом. Это означает, что и в основе, и в утке у вас идет не одна нить, как стандартная ткань, а две нити. И ткань называется двунитка. Что дает двунитка? Двунитка дает то, что у вас сорочка и сама ткань служат гораздо дольше, чем обыкновенная сорочка. Когда бренд становится известным, появляются производители, которые начинают производить нелегальную продукцию по чужим именем. С этой ситуацией столкнулось и предприятие Элита. Просто добавили слово, да, причем эта сорочка, ну совершенно не похожа на нашу, но люди решили, что они могут этим воспользоваться. И ввиду того, что у нас все это зарегистрировано по 25-35 классу, наша юридическая служба достаточно быстро на них вышла, выставила им претензию. И через некоторые переговоры мы, скажем так, с ними договорились о том, что они выберут это название и сорочки, и с названием магазин. Стоит отметить, что продукция швейной фабрики Элита имеет уровень качества, соответствующий знаку марка качества Чувашской Республики. Еще одно крупное ведущее предприятие Республики в сфере легкой промышленности – это швейная фабрика Кайсаров. Системы автоматического проектирования позволяют конструкторам выстраивать безупречные лекала. Автоматизированные и раскроенные комплексы выдают на производство точный крой материалов. Для того, чтобы защитить свою продукцию от контрафакта, на предприятии действует пятиуровневый контроль качества. Так, например, на производстве швейной фабрики Кайсаров используют печатный станок и специальное вышивальное оборудование, что дает возможность нанесения на одежду отличительного дизайнерского знака. Помимо основного производства в Чебоксарах, фабрика имеет три филиала – в Канаше, Урмарах и Космодемьянске. Вся продукция предприятия Кайсаров сертифицирована. В ассортименте представлены коллекции мужской, женской и детской верхней одежды, спортивная и школьная форма, трикотаж, вязаные головные уборы, блузки. Они представлены в фирменных магазинах фабрики. Доступные цены, широкий выбор моделей и многообразие расцветок – все это сделано для покупателей. Здесь у нас представлена новая зимняя коллекция. Она сшита из качественных красивых материалов верха с водой и грязеотталкивающими свойствами. Используем утеплитель высокого качества – это холофан и полиэферное волокно. В целях пресечения реализации контрафактной продукции действует комиссия под руководством главы ЧВАШи по противодействию незаконного оборота промышленной продукции. В повестку дня всегда включаются текущие, актуальные вопросы, касающиеся выявления, пресечения незаконного оборота фальсифицированной, некондиционной, контрафактной, контрабандной промышленной продукции. Ведущие предприятия отмечают, что на сегодняшний момент в случае выявления контрафактной продукции с использованием товарных знаков производителей Чувашской Республики на сегодняшний момент не фиксируется. Во всяком случае, в массовом порядке. И личный случай, конечно, встречается. На сайте Минэкономразвития Чувашской Республики есть баннер «Контрафактная продукция». Зайдя по нему, вы всегда можете найти информацию о контрафактной продукции, о выявленных случаях у нашей Республики, а также любую иную информацию, касающуюся, в том числе и справочную, по контрафактной продукции. Для того, чтобы защитить свой товар от контрафакта, у каждого вида продукции должны быть соответствующие маркировка и товарно-сопроводительные документы. Потребитель вправе ознакомиться с товарно-сопроводительными документами, в которых должны быть реквизиты, сертификаты соответствия или декларации соответствия, номер документа, дата выдачи сертификата или дата регистрации декларации, орган, который выдал сертификат или зарегистрировал декларацию, наименование юридического лица или данные его предпринимателя, который принял декларацию или получил этот сертификат. И сроки действия. Данные его декларации или сертификации можно получить на сайте Росаккредитации. Предприниматели Чувашии считают, что требования на федеральном уровне должны быть равны для всех производителей продукции. А для этого как раз Роспотребнадзор, он должен следить, что все продаваемые изделия действительно с этикетками были, действительно были с сертификатами, действительно вот эти вот все сертификаты, они были не купленными. Сейчас очень много на самом деле существует фирм в Москве, которые просто подделывают эти сертификаты и даже вносят их, я не знаю каким образом, но вносят их в реестр. У нас есть конкуренты, у которых я знаю нет производства. Наше производство, вот ХСН, его ежегодно проходит само предприятие, проходит сертификацию производственного процесса. Безусловно, каждый покупатель желает приобрести качественный товар. В Роспотребнадзоре отмечают, чтобы не попасться на подделку, необходимо всегда обращать внимание на следующие элементы товара. В первую очередь нужно обратить внимание на маркировку продукции, отоверенное именование, если там сорт есть и сорт, состав сырья, если пищевой продукт, то еще и пищевая энергетическая ценность, юридические адресы места фактического производства продукции и также даты изготовления и так далее. В случае отказа, удовлетворения требований покупателя в добровольном порядке, покупатель обращается с исковым заявлением в суд. Для принятия мер в отношении такого недобросовестного продавца покупатель имеет право обратиться в управление Роспотребнадзора или в правоохранительные органы. Сегодня стали популярны интернет-магазины. Они удобны тем, что можно заказать все необходимые товары, не выходя из дома. Однако такого рода онлайн-покупки дают в себе множество неприятностей, например, есть вероятность получения некачественного товара или подделки. На сайте Роспотребнадзора по Чувашии есть государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. В разделе «Памятки» представлена подробная пошаговая инструкция безопасных покупок в интернете. На информационном ресурсе можно ознакомиться и с результатами проверок, а также выявленных фактах фальсифицированной продукции. Таким образом, в Чувашии проводится слаженная работа Минэкономразвития Роспотребнадзора, позволяет выявить фальсифицированный товар и контрафакт. В конечном итоге за качественную продукцию своим рублем голосует покупатель. Поэтому правовое просвещение потребителей выходит на первый план. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова